Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан, в студии Льмира Зубаирова и по традиции короткий анонс главных тем. Трагедия без срока давности. В Кизляре почтили память жертв теракта. Успеть до морозов. В Махачкале коммунальщики приступили к посадке тюльпанов. Накопил около 80 штрафов и остался без автомобиля. Об этом и не только в рубрике Дагест. Сегодня исполняется 28 лет со дня теракта в городе Кизляре. 9 января 1996 года боевики под руководством Салмана Радуева захватили родильное отделение городской больницы и находящиеся поблизости в многоэтажный жилой дом. Тогда в результате террористического акта погиб 51 человек, были ранены еще 174. Преступники удерживали более 2000 заложников, среди которых в основном были женщины и дети. Память жертв теракта в рамках траурного митинга почтили местные жители и представители органов власти. Они возложили цветы к мемориалу, установленному в годовщину трагических событий. Началось мероприятие с выступления главы Кизляра Александра Шувалова. Мэр отдал дань всем погибшим 9 января, а также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, действия которых помогли избежать более чудовищных последствий. Более 140 общественных территорий благоустроено в Дагестане за прошлый год. Об этом сообщает Министерство строительства республики. В их числе скверы, парки, набережные, детские и дворовые площадки. Все это было осуществлено в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. По данным ведомства, растет и активность населения в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства. Свои голоса отдали более 200 тысяч дагестанцев. Коммунальные службы в Махачкале начали первую трудовую неделю 2024 года с озеленения городских территорий. Работники МБУ благоустройства в эти дни сажают желтые и красные тюльпаны на университетской площади по улице Радищева. В планах также посадка цветов на улицах Магомеда Гаджиева и Булача, а также проспектах Расула Гамзатова и Насрудинова. Столицу Дагестана таким образом украсит более 50 тысяч ярких тюльпанов. А сейчас мы прервемся на короткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 360 охотничьих ножей были обнаружены полицейскими в рейсовом автобусе. По словам водителя, коробки с товаром ему передал неизвестный мужчина в Москве для доставки в Хасавюрт. По данному факту возбуждено уголовное дело. Передатчику крупной партии грозит до четырех лет лишения свободы. Злостного неплательщика штрафов выявили госавтоинспекторы в Хасавюрте. Около 80 правонарушений накопил водитель Лады Приоры на сумму свыше 75 тысяч. Транспорт арестован судебными приставами до момента погашения всех задолженностей владельцам. Единовременная выплата при рождении ребенка может увеличиться до 30 тысяч рублей. Новый законопроект уже внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Авторы документа считают, что это поспособствует повышению демографии и улучшит благосостояние семей. Отметим, что сейчас размер данного пособия составляет 20 тысяч рублей. Водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Менять имеющиеся на руках документы не придется. Изменения будут внесены автоматически. Новшество коснется примерно 5 миллионов человек. Инициатива позволит уменьшить административную нагрузку для граждан и бизнеса. Воспитание здорового поколения. С этой целью детям из села Султан Янгиюрт Кизюртовского района провели экскурсию по Духовному центру имени пророка Исы. Ребятам показали строящиеся объекты, рассказали об истории создания грандиозного проекта и его предназначения. Вот это самая большая мечта в Европе. Чест кого на зону? Чест кого на зону? Руки поднимайте. Где похоронен наш пророк? Единый. Единый похоронен. Ширина и длина, размеры на широкое. В этом году начали строить участие. Собравшиеся все вместе обратились с мольбой ко Всевышнему за жители Палестины и всех мусульман. Ребята прогулялись по аллее героев, медиков, ведущие от мечети до самого берега моря. А в завершении поездки всех гостей накормили вкусным обедом и горячим чаем. Нам сегодня показали духовный центр и купол пророка Мухаммада, алейсаляту ассалям. Сегодня сделали дуа за палестинцев, чтобы они жили в мире. Уважаемые родители, огромное благодарность за то, что доверились и отправили детей с нами вместе в духовный центр Муфтият. Мы им показали духовный центр снутри, Муфтият показали снутри. Значит, сделали экскурсию, накормили, напоили, все сытые, довольные, радостные. Пусть Всевышний Аллах хранит вас, нас и наших всех детей. Духовный центр уже стал силой притяжения для многих людей. Периодически взглянуть на грандиозную стройку, сюда приезжают гости из разных уголков России. Накануне в Дагестан приехали также преподаватели и студенты Российского Исламского Университета из города Уфа. И при этом удивлены таким масштабным проектом и такими жителями, как вы. Аль-Хамдилля, большое вам спасибо, благодарность. Очень добродушно встретили, приняли, как родственник родственника. Аль-Хамдилля, мы очень довольны и благодарны. И вам говорим, пусть Аллах будет доволен вами. Итоги года подвел благотворительный фонд «Инсан» по Южному территориальному округу. На праздничном мероприятии наградили лучшего работника и лучший филиал организации. Награду в виде путевки на малый хадж вручил генеральный директор фонда и представитель Совета имамов города Дербент. Сегодня мы подводим итоги 2023 года. Год выдался на самом деле насыщенным на события. Но наше взаимодействие было и будет на высоком уровне. Я хочу поблагодарить Муфтеат Республики Дагестан, благотворительный фонд «Инсан», руководство всех сотрудников фонда за то, что они всегда в первых рядах вместе с жителями города Дербента и в хороших и в плохих событиях. И к новостям спорта. Дагестанские вольники продолжают подготовку к олимпийскому сезону. Первым стартом в 2024 году станет традиционный кубок Ивана Ярыгина. До начала соревнований в Красноярске остается ровно две недели. В эти дни борцы проводят учебно-тренировочный сбор на базе пригороди Махачкалы. Курбан Рагимов узнал, с каким настроением наша команда подходит к предстоящему сезону. Новый сезон, прежние цели. В олимпийский год вольники работают с удвоенной энергией. Сбор на базе в Карамане – это финальный этап подготовки к кубку Ивана Ярыгина. До старта остается две недели. В обойме порядка 60 человек. Борцы полны решимости подтвердить свой класс и доказать, что сборная Дагестана – лучшая команда в стране. Ярыгинский турнир – это для нас один из значимых стартов, которые откуда отбираются на чемпионате Европы. Из-за этого, я думаю, что ребята будут полностью выкладываться. Со вчерашнего дня мы уже начали заключительный этап сбора, подготовки к Ярыгинскому турниру. Здесь к взрослой команде, молодежная команда подключена. Достаточно много людей. Есть гости из Казахстана, есть из Таджикистана спортсмены. Наши легионеры тоже некоторые присутствуют. Атмосфера очень дружелюбная. Второй день только тренировок. Думаю, весь этап подготовки пройдет очень хорошо. Самое главное, чтобы было без травм. На этом двухнедельном сборе борцы больше времени будут проводить на ковре, оттачивать технику и тактику. Предусмотрены также контрольные схватки. В зале много наших легионеров и молодежи, которые совершенствуют мастерство в парах с ведущими вольниками планеты. Команда хорошая в форме, все выкладываются до конца. Прошлый сбор тоже очень хорошо провели. И я думаю, все заряжены, у всех настроек хорошие, чтобы выиграть. Потому что на кону путевка на чемпионате Европы. И каждый хочет попасть туда, и я думаю, будет бороться до конца. Иногда бывает такое, с молодежью идешь, и у тебя возраст в борьбе, борьба хорошо идет. И я думаю, у них все есть. Если они будут до конца свое дело делать, получится. А вы, в свою очередь, что должны делать? Мы должны, наверное, двойные пахать. Потому что это молодежь, которая растет. Ну, я тоже стал молодой, а старикам себя не приписываю. И у меня до сих пор все есть. Я такой же, как раньше, пахал, тренировался, тренируюсь. И... Ковер покажем. Да. В Наригинском, Красноярском, вообще холодно. Но в числах 25-го там очень жарко будет. Со сборной Дагестана всегда приятно тренироваться. Вспоминаешь те годы. Приходишь сюда, все так же. С каждым рубится, с каждым приходится. Все ребята сильные, набирают молодые. Почти весь состав, можно сказать, поменялся, обновился. С каждым разом прихожу все новые и новые ребята. Очень приятно здесь работать, тренироваться. Кубок Ивана Ярыгина в Красноярске пройдет с 23 по 28 января. Первая группа вольников отправится в столицу Сибири 23 числа. К разитам через Москву. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин